За последние годы Детский мир В детских садах Для чего она нужна? Над какими проектами работают современные дети и подростки? И что им уже удалось воплотить в жизнь? Сегодня ребенок начинает знакомиться с проектной деятельностью, еще будучи в детском саду Гипотеза, что растения чистят воздух у нас Но мы же не видим, что растения чистят правда воздух И мы решили сделать фильтры и повесить здесь в игровой, где много цветов и в спальне, где их вообще нет Это Орский сад номер 56 Тем временем в городе Сорочинске в саду номер 7 разворачивается своя проектная деятельность Для сотрудников дошкольного учреждения направление достаточно новое, но уже тщательно проработанное Опыты с воздухом, опыты с водой, опыты с землей Это и наши цветники, это наш огород Ландыши растут в лесу Пахнут они свежестью Пахнуть свежестью и расти они могут не только в лесу, но и в клумбе на крыльце детского сада В этом малыши убедились опытным путем, когда создали для цветов, приведенных из леса, условия, приближенные к природным В саду есть собственный огород, по площади небольшой, зато какой простор здесь для проектной деятельности Детки высаживают семенами, учитывают дату посадки, потом наблюдают, как появляются ростки Ведут в группах графики, то есть сколько прошло от даты посадки до даты всхода В этом году выращиваем фасоль, был мини-проект, рассчитан он на сезон Потом соберем семена фасоли, закончится у нас в августе этот проект И сварим борщ, который будем пробовать все вместе Вот еще проект называется «Грядка запахов» Путем наблюдения дети открывают для себя, откуда берутся такие приправы, как, например, горчица, тмин или кориандр Плюс к этому они выращивают и собирают целебные травы Мята нужна, чтобы чай пить, чай переболеть Мята пахнет сосучкой Благодаря своим старшим наставникам эти шести-семилетние малыши уже усвоили, что природа всегда готова прийти на помощь Главное – знать ее секреты В ромашке купают детей, им прополаскивают горло, чай заваривают, споласкивают волосы Давайте мы сейчас с вами, ребятки, посмотрим, какие у нас травки на столе Вспомним, какие на огороде растут и какие мы с вами засушили, собрали для нашего душистого, полезного чая Мята у нас от головной боли, да, она помогает Когда кашель, нужно пить напиток, настой из мяты Мята стимулирует работу головного мозга Хорошая память, чтобы у нас была, нужно заваривать мяту Земляника, боярышник и другие полезные травы – все в чайник и дать настояться Вот у вас тарелочки, можно набрать на тарелочку Немножко мят и перечень Я сбор, я сбор Сбор сделаешь Сейчас малыши работают над целебными подушечками для мам Туристы такие вещи обычно привозят с моря А тут и море не надо Самая эффективная аптека – та, что на родной земле Казалось бы, ничего необычного дети не делают Ухаживают за растениями, готовят подарки для мам, пьют травяной чай Это ведь и раньше было Но теперь, когда все происходит в рамках проектной деятельности Ребенок начинает видеть последовательность событий Понимает, что из чего следует И осознает, несмотря на то, что он маленький, он может многое Теперь поговорим о школе С переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты Проектная деятельность стала неотъемлемой частью учебного процесса Но до сих пор не все родители до конца понимают Для чего нужна эта самая проектная деятельность И без того загруженному школьнику Разобраться в этом нам поможет учитель начальных классов Гимназии номер 4 города Оренбурга Татьяна Степанова и ее ученики Татьяна Вячеславовна, ребята, рада приветствовать вас в нашей студии Скажите, что же такое проектная деятельность И все-таки для чего она нужна? Если говорить, зачем же она нам нужна То, конечно, мы ориентируемся на результаты Первый – это так называемый осязаемый результат Ради которого, наверное, дети и делают этот проект То есть то, что можно потрогать Да, 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 можно потрогать, увидеть Это может быть какое-то решение, которое было поставлено Теоретической проблемой какой-то Это может быть какой-то результат, готовый к внедрению Это может быть поделка Это может быть какой-то макет Но для нас, наверное, для взрослых более важен второй результат Это тот бесценный опыт самостоятельной интеллектуальной деятельности Которые приобретают дети в результате этого проекта Конечно, они учатся конструктивно работать Они учатся мыслить, они учатся добывать самостоятельную информацию Татьяна Вячеславовна, я слышала такую вещь Что проектная деятельность помогает превратить процесс обучения Которое не всегда, честно признаться, интересно может быть В увлекательное занятие Так ли это? Конечно, в этом я полностью уверена Потому что ребенок по своей природе он исследователь И человек становится исследователем не тогда, когда поступает в аспирантуру В 30 лет, а еще задолго до того, как его родители приводят в детский сад Ученые отметили, что мыслительные процессы ребенка, исследующего новое что-то Идентичны тем процессам, которые происходят в голове ученого Когда он делает какие-то эпохальные открытия И вот все эти знания, которые они сами добыли Которые сделали, вернее, получили при помощи опытов, каких-то экспериментов Ну, безусловно, они прочнее лягут в память И будут пригодны в жизни, чем те, которые были просто заучены Татьяна Вячеславовна, я смотрю, у вас на столе книги Наверное, они как раз и касаются проектирования в младших классах Немножечко расскажете о них? Я советую родителям, кто заинтересован в поддержании ребенка в проектной деятельности Посмотреть книги Савенкова Александра Ильича, которая именно занимается разработкой исследовательского обучения Ребята, ну что ж, настало время познакомиться с вами Тебя зовут? Кучин Арсений Ты учишься? В четвертом классе И, как я понимаю, твой одноклассник? Воронежев Алексей Я учусь в четвертом классе Леш, ну давай с тебя и начнем Я видела, ты пришел к нам в студию с хлебом К чему он здесь? И что за проект? К чему он посвящен? Моя тема называется «Путь от зернышка до кровая» Однажды я увидела, как бабушка сушит черствый хлеб Я спросила у нее, зачем ты это делаешь? Она сказала мне, что черствый хлеб еще более полезен, чем свежий И что нельзя выкидывать труд таких многих людей Меня заинтересовало, как попадает хлеб к нам на стол И сколько профессий трудится над ним Мы с мамой были на поле и смотрели, как съели зерно, как оно росло и колосилось Были на элеваторе и смотрели, как попадает туда зерно, какие проходят этапы Также мы были в хлебопекарне, смотрели, как пекут хлеб Я выяснила, сколько профессий трудится над хлебом Более 120 профессий Это столевары, агрономы, комбайнеры, пекари, трактористы и многие другие Сейчас я хочу вас угостить своим хлебом, который мы с мамой испекли дома сами Леш, очень вкусный хлеб Вот сразу чувствуется, что сделан своими руками У него и вкус другой, и запах другой Очень добротные произведения Арсений, ну что, настала твоя очередь нас удивлять Я смотрю у тебя на столе совершенно несовместимые вещи С одной стороны, это то, что касается электричества, техника, а с другой стороны, овощи Вот скажи, пожалуйста, каким образом тебе все это удалось объяснить? Как называется твой проект? Мой проект называется «Природное электричество» Мне было интересно рассмотреть устройство батарейки И понять, из каких продуктов питания лучше получение электроэнергии Я начала проводить опыты, и эксперименты мои показали, что все овощи, фрукты проводят электроэнергию Самый проводимый овощ, это у нас картошка А из фруктов у нас это лимон То есть ты и на яблоках пробовал, и на грушах Да, на грушах, и на винограде, и на киви Берем одну простую картошку и еще одну простую картошку Берем потом медные и цинковые пластины Вот это вот медная, а вот это вот цинковая Соединяем И подсоединяем вольтметр Включаю Сейчас мы еще берем такую же простую картошку И подсоединяем еще две пластинки То есть мы увеличиваем нашу цепь? Да, и тем самым у нас и увеличивается электроэнергия Ух, ничего себе! Если мешок картошки подсоединить вот такими же проводками То можно зажечь простую лампочку С огурцами мы проделаем то же самое? Можно и то же самое, но я хотел бы вам показать, что можно сделать с часами Возьмем три огурца Составим цепь И у нас вот показывает время То есть часы работают от огурцов, получается? Есть разные виды проектной деятельности Вот уже более 10 лет старшеклассники нашего региона Участвуют в конкурсе социальных проектов «Я гражданин России» Его учредитель – Министерство образования Оренбургской области Координатор – молодежный центр «Визит» областного дворца творчества имени Полиничка Подростки решают проблемы отдельно взятой группы людей, школы или своей малой родины Николай Васильевич, мы вместе с группой учащихся нашей школы разработали проект по благоустройству села А именно территории школьного парка И мы хотели бы попросить у вас помощь, чтобы вы нам оказали реализацию этого проекта Со своей инициативой школьники из Дедуровки пришли к главе села Проект называется «Парк Победы» Мы планируем полную реконструкцию парка, полная реконструкция памятника Аллея Славы будет выложена плиткой Поставлены лавочки для того, чтобы там могли отдыхать жители села Дедуровка Парк рядом со школой уже был – это место многих сельских праздников Но деревья состарились и стали погибать Здесь была проблема все выкорчевать, все убрать, завезти новую землю, все закупить Проект по 2 миллиона, то есть мы как бы своими силами его ни в коем разу не осилили Администрация помогла Дети приступили к реализации своего плана Тракторам выкорчев, мы ветки все вот это собирали, на машины вывозили Дальше начали землю вывозить, разравнивали Начали сажать, мы сажали Посадили, поливать В прошлом году мы все лето боролись с сорняками, чтобы они не заглушили Вся школа Я к этому делу отношусь очень серьезно Вот дети пришли с инициативой Сегодня для меня лично большую важность представляют два вида деревьев Сосна бузулужская и каштан Пойдет или не пойдет Ну можно взять там чего-нибудь, поехать в лес, да Выкопать, понатыкать и сказать, ну вот ребятишки мы и сделали Ну уж если делать, то нужно делать так, чтобы это было действительно красиво Минувшей весной случилось настоящее чудо В Дедуровке в самом сердце Оренбургских степей зацвел каштан И еще один приятный момент отмечают сельчане В новом парке никто не мусорит Он уже стал любимым местом детворей и молодых мамочек В 2012 году на конкурсе «Я гражданин России» Дедуровские школьники заняли первое место Как победителей их пригласили в Анапу для участия во всероссийской профильной смене Для меня это самый незабываемый лагерь Потому что там было столько разных детей Вообще у них такие проекты были Социальное проектирование как стиль жизни Эти подростки не боятся работы Не боятся быть инициативными Они знают, что могут изменять реальность Делать жизнь лучше Я рада приветствовать нашего следующего гостя Анастасию Шнайдер Настя, здравствуйте Анастасия является педагогом дополнительного образования Областного дворца творчества детей и молодежи имени Полинечко А также региональным координатором акции «Я гражданин России» Настя, вы нам расскажете об этой удивительной акции Юные проектировщики Оренбуржи принимают активное участие во всероссийской социально-патриотической акции «Я гражданин России» уже с 2001 года Акция объединяет школьников 11-16 лет, которые создают и реализуют социальные проекты Способные решить проблему своего села, города, области Настя, а над какими интересными проектами работают старшеклассники Оренбуржи? Расскажите нам Да, действительно, уже на протяжении многих лет школьники создают и реализуют Большое количество детских социальных проектов различной направленности Это и благоустройство, это экология, это социальные проекты А также проекты по сохранению истории своей малой родины Вот, например, в прошлом году учащиеся 41-й школы города Оренбурга Собрали поисковый материал по истории пионерского движения города Оренбурга Итогом работы над проектом стало то, что они выпустили книгу, которая называется «Историю страны красногалстучных» и презентовали ее в день рождения пионерии И также ими был выпущен видеофильм «Кто шагает дружно в ряд», который транслировался по телеканалу Настя, ну я думаю, после того, как ребята послушали вас, у кого-то уж точно глаза загорелись У кого-то точно есть проекты, он хочет его реализовать, хочет принять участие в конкурсе «Я гражданин России» Вот как это сделать? В конкурсе принимают участие группы учащихся от 11-16 лет всех образовательных учреждений Оренбургской области Что для этого нужно сделать? Для этого нужно разработать и реализовать социальный проект в соответствии с методикой, предложенной всероссийской социально-патриотической акцией «Я гражданин России» Также нужно подготовить портфолио, папку с документами и демонстрационный стенд, с помощью которого пройдет защита вашего проекта Положение о конкурсе с методикой ежегодно в начале учебного года рассылается во все образовательные учреждения Оренбургской области Также информацию можно посмотреть на сайте Оренбургского областного дворца творчества детей и молодежи имени Виктора Петровича Полиничко в разделе «Молодежный центр визит» Настя, спасибо вам большое. Ну а прямо сейчас наших телезрителей ждет новая история Сорочинский район, Толкаевка. Ученики местной школы решили выяснить, какие вопросы волнуют сельчан В хит-парад попали Посадка школьного сада, строительство мостка через речку Толковочку, строительство церкви, благоустройство школьного двора, уборка мусора в селе Толкаевка И по тем анкетирования мы выясняли, какая же более актуальная проблема была Одной из актуальных оказалась церковь, точнее ее отсутствие Этот вопрос детям решить не под силу, зато другой, более земной, но не менее важной они решили Село очень длинное, более 4 километров, и это село разделяет речка Толковочка И вот жители села перекидывают дощечки, бревна и так далее, чтобы перебраться быстрее на другую сторону села Это, конечно, является небезопасным Вот один из таких переходов, практически тренировочная база для кантоходцев Теперь она осталась разве что для развлечения Ученики разработали проект под названием «Через реченьку мосток» Директор совхоза откликнулся на нашу просьбу и выделил нам группу рабочих и строительные материалы Затем мы обращались к юристу администрации совхоза, чтобы он нам помог с работой над нормативно-правовой базой Мост был готов прошлой осенью, а зимой уже сами жители обратились к школьникам Говорят, скользко подниматься на него и спускаться Мальчики в мастерских сделали рейки и прибили их Проект по строительству моста будто бы сделал этих ребят взрослее Были просто дети, а стали людьми, от которых зависит внешний облик села и комфорт его жителей Мы стали более общительными, более мобильными Научились писать письма обращений, научились обращаться к руководителям различных организаций На региональном этапе конкурса социальных проектов «Я гражданин России» Школьники из Толкаевки заняли первое место В конце июля они едут на море в город Анапу Будут там делиться своим опытом И, быть может, благодаря нашим ребятам кто-то тоже сделает доброе дело И этому кому-то будут благодарны люди Я вот ребятишек посылаю тут за хлебом, за молоком, за мороженым Жарко, сейчас лето, бегают постоянно, каждый раз Когда вот этот был, снегу или воды много Ходили круговую, вот в этот магазин А сейчас нормально И тут спасибо ученикам и учителям Настало время подвести итоги программы Проектная деятельность в занятии увлекательная и полезная для ребенка Дети учатся самостоятельно добывать информацию Конструктивно мыслить, работать в команде Перед учащимися школой проектная деятельность открывает широкие возможности Они могут претворить в жизни свои идеи Они будут знать, кому обращаться за помощью Как действовать, чтобы добиться цели И самое главное Вся наша жизнь – это реализация тех или иных проектов Если человек еще в детстве научился решать поставленные перед собой задачи Он сможет достичь многого На этом наша программа подошла к концу Ровно через неделю мы поговорим о том, как научить ребенка постоять за себя Смотрите программу «Детский мир» на каналах ОРТ «Планета» и «Регион Планета Домашний» А также в интернете на сайте orininform.ru в разделе «Видеопроекты» До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok